Ну, наверное, сегодня мы с вами будем разговаривать об одном из самых креативных боксов, который пришел на наш великолепный стол. Это, собственно говоря, табак Калибр. Как вы понимаете, выглядит это все просто замечательно, интересненько. Ребят прислали линейку Strong. Спойлер, для нас не совсем Strong. Как бы, возможно, кого-то это и сможет сильно ушатать. Что меня порадовало? Я достаточно редко все эти брошюры читаю. Ну, типа, именно в видосах, когда приходят, естественно, все это я читаю. А на видосики, типа, ну, я не вижу в этом смысла, потому как, как правило, там информация о продукте. Здесь же ребята решили подразъебать. И было достаточно весело. Спойлер, Мунштук ушел к Мише. Он теперь у Миши в коллекции. Я, как бы, свою уже собрал. Мне их хватает. Поэтому ушло в другую частную коллекцию. Так вот, привет, Иван. На связи команда Калибр. Ты держишь в руках предмет нашей гордости. В него мы вложили весь опыт и знания, которые получили, усердно работая на протяжении двух лет. Внутри ты найдешь результат наших трудов. А еще табак, Мунштук и чашку. Что ребята имели в виду? Ну, молодцы. Как бы, умение посмеяться над собой, это круто. Табак, чашка, Мунштук у Миши. Результат трудов, ребят. Молодцы. Креативно. Круто. За это лайк. То есть, умение посмеяться над собой, это круто. Табак. Я попробовал на Хука Клаб Шоу. Честно говоря, был не в самом приятном расположении состояния. Потому как в выставках и каша... Короче, ребят, если вы едете в Питер и едете на выставку, вы не будете пить, только если вы самый заядлый трезвенек. Ягода подходил, ты не пил? Нет, я такой с ума. Да, как тебе повезло. Миша вот не бухал, а я дал жару в этом году в Питере. Но речь не об этом. Давайте, наверное, вот про чашку сразу закроем вопрос. Ребята очень сильно и гордились, говорили, мы, блядь, создали чашку, которую ты хуй перегреешь. Выглядит все это дело вот так, как барабан револьвера. И выглядит это все прикольно. Курица это все... Блядь, мы не смогли перегреть. Мы кидали на грани, кидали под колпак, три угля на трех не перегрели. Четыре не стали экспериментировать, потому что, ну, кидать на грани четыре угля, я думаю, тут, блядь, ну... Смерть. Я не знаю, кем надо быть, чтобы такое исполнять. Чашка действительно прикольная, но требует к себе очень-очень много жара. Если у вас есть табаке, я только сейчас себя знаешь, на кой мысли поймал? Вот только сейчас, блядь. Вот под что эта чашка? Блядь, под танж, ну... Чисто под танж, вообще... Если кто-то не умеет работать с танжом, и кому-то очень хочется... Вот чашка под танж, ребят. Ладненько, ее мы отставляем. С ней все понятно. Че с табаком? Так, че у нас, собственно говоря, с табачком? По табаку, ребят, не дали информации, че за бленд. Ну и, в принципе, я не знаю, вы писали то, что вам это интересно, ребят, не писали. Да и я особо не интересовался. Я просто, типа, отталкиваюсь от собственных ощущений. По вкусам, как я понимаю, у меня не все вкусы, которые есть у линейки в ребят... У линейки в ребят. Это называется, пятый видос подряд снимается. Вот, да, вот примерно вот так это и называется. Я у них курил... По-моему, это был ром. Ты пробовал ром у них? Нет. А, карамель? Нет. Ты вообще к ним не подходил? Блядь, очень зря. Там был арахис разъеб. Ром был разъеб. И вот, по-моему, то ли карамель, то ли что-то такое. Это просто... Это отрыв ебала просто. Продукт... Не знаю, конкретно та была какая линейка. У них, по-моему, 7,62 и 5,56. По-моему. Типа, медиум, стронг. Да. Да, нам прислали все в стронге. И пока Миша сейчас протянет кальян, мы с вами пообщаемся. Миша, будет какие-то комментарии, возможно, по каким-то вкусам, которые ему зашли или не зашли. Давай. Также мы, как и во всех видосах, вставим то, что можно брать, то, что не нужно брать. Нахуй. И то, что в целом можно покурить. Раскидываем все, собственно говоря, по топчикам. Давайте начнем вот с первого, что стоит поближе. Байкал. И здесь у нас классическая история. Да, понятно, что это байкальчик. В целом очень даже неплохой. Но вот как мне показалось, на рынке есть байкалы, которые чуть более насыщенные, нежели чем этот. Поэтому мы его ставим в серединочку. То есть, типа, это и неплохо, и нехорошо. Но, типа, в целом можно покурить. Если у вас есть какое-то странное отвращение к ярким байкалам, то есть к елочкам, вот это ваш выход, в принципе, можно. Бритиш Брекфаст. Это у нас, собственно говоря, завтрак. Мы вот, да, аромат английского завтрака. Вот это разъеб. Вот это вкусно. Это очень вкусно. Но даже на завтрак он слегка не похож. Он так и слит слегка. Такое чувство, что там какие-то экзотические фрукты кипятят. А мне знаешь, что кажется? То, что это лимонные вафли. Типа, похоже. Ну, может быть. Это что-то в сторону такой кондитерки с лимоном. Достаточно неплохо. Слегка кофейненько. То есть это интересно. Несмотря на то, что мне, как бы, ну, выпечка-то нравится, у меня в топе, если брать, типа, какие-то завтраки или мюсли, это завтрак джуманджа от Северного. Ну, блядь, мы берем масс-маркет. Завтрак джуманджа, ты сейчас хер найдешь. У нас вывели есть. Ну, приходите в Эвел Смок, Электросталь, покурите завтрак от джуманджа. Но вот это очень даже неплохо. Выставляем в топчик. Это можно обязательно брать. Клубника киви. Я даже нюхать не буду. Это разъеб. Это очень вкусно. Классическое заезженное сочетание. Понятно, что клубника и киви сочетаются очень даже неплохо. Здесь, ребята, попали в самое сердечко. Клубника киви неплохо. Слегка немножечко клубника уходит на 15-й минуте в траву. Но неплохо. То есть киви это все дело компенсирует. Сангрия. Знаете, есть такое выражение. Ни в пизду, ни в Красную Армию. Вот это, блядь, про вот этот вот вкус. То есть сангрия, как я ее себе подразумеваю. Я делал сангрию через 3, ну как. Не в чашку, а типа сангрию я сам делал. Красное полусладкое вино, 3 полусек, апельсиновый сок, гранатовый сок. И вот типа получается неплохая сангрия. Мы курили, мы вообще ничего не поняли. Это пустая табачка. Ну если это взять в то, что это алкашка, то это не похоже на коктейль. Но мне кажется, что он вообще пустой. Вот прям максимально пустой аромат. Поэтому это нет. Это точно нет. Это макадамия, блядь. Нет. Антохи зашел. Антохи зашел. Антохи макадамия понравилось. Справедливости ради, буду учитывать не только свое мнение здесь. Мне макадамия не понравилось, Антону понравилось. И по-моему все, кто курили, сказали типа ну нормальный, неплохой арен. Поэтому ставим его в центр. По, собственно говоря, импровизированной фокус-группе вкус вошел типа в целом неплохо. Первый, кстати, вкус, который мы сразу же покурили, это экзотическое мороженое. Сливочно, тропически. Сливочно, да, это прикольно, вкусно. Это топчик. Мне лично понравилось. То есть это я бы занес в топ. Слинкшот. Здесь были вопросики, да. То, что аромат манго, ягод и апельсина. Я здесь нашел только манго. Но цитрусов я здесь не помню. Я не помню, мы с тобой вместе его курили. А, я уже один его курил, да. Цитрусов я здесь не нашел. Это просто хороший манго. Я бы кинул в топчик, но. Но. Не попадание в собственный заявленный аромат. То есть как манго, это неплохо. Как манго с ягодами и цитрусом, это не манго с ягодами и цитрусами. Поэтому в центр. Чекет вафлс. Это у нас сливочные вафли. Ты их не курил волну, да? Курил, но ты говоришь, что завтрак похож на вафли. Здесь отдельный вкус вафли. Ну, здесь прям кофейный. Это лютый кофейный. Это как это? Бельгийские вафли, по-моему. Вот этот бельгийский вафли. Людьку, вот куда бы ты его отнес? Ну, это разряд великой. Ну, похоже. Ну, я думаю, даже самая аромат. Может быть. Прямо таких же. Короче, не топчик, только потому что, ну, наверное, это уже где-то было. И поэтому мы это ставим в центр. Типа, как вафли нормальные. Если у вас, типа, устроит крепость данного продукта, то, в принципе, окей. Нормуль. Аромка знакомая. Да, а как, типа, ну, просто рядовой аромат. Так, Байкал был уже. И земляничка. Ой, блядь, земляничка, пушечка. Да, земляничка здесь очень даже хорошая. То есть, я уже, сколько? Я давно, наверное, уже ни у кого не видел прям именно земляники. То есть, она где-то в каких-то брендах простреливает. Но, ну, типа, как-то вот проходит мимо всех и вся. И это весьма странно. Но здесь земляника хороша. Без вопросов. Хорошая сочная ягода. Понятная абсолютно. Ничего в ней плохого нет. Итого, что мы с вами имеем. Мы с вами имеем табак. Крепостью средней, ближе к легкой. На наш взгляд, опять же, на прокуренные скоты. Из девяти вкусов, которые мне пришли. У нас земляника, экзотическое мороженое, клубника киви и английский завтрак улетают в топчик. Из того, что можно покурить, прости господи, Макадамия, Байкал, Слингшот и Чекет Вапл. Это неплохо. Это можно покурить. Можно брать какие-то ароматы проходные. Какие-то мы уже видели. Какие-то, собственно говоря, оставляем. Потому что, ну, типа, ну, это прикольно. Это можно заюзать. Ну, и Сангрия у нас отлетает в минус. Только по одной простой причине. Очень пусто, очень непонятно. И, вот, к сожалению, ну, типа, я бы не рекомендовал к покупке. По стоимости. При нынешних условиях поднятия цен на все и вся. Ой, сколько бы я этому дал? Будь. Ну, 220. Я не силен в суммах. Но я в том плане, то что, смотри, у нас есть определенный продукт, который все мы не очень любим. И он стоит 180 рублей. 180-190. Бруско-табак стоит 190 рублей за 25 грамм. Это, в принципе, если ребята пытались сделать, типа, в крепкое направление. Ну, типа, хрен с ним, да. Где-то не получилось, где-то что-то. Но при условии того, что из 9 вкусов, как бы, из 9? Из 9. Математика, мое, все. Из 9 вкусов, 8. Типа, 4 в топе, 4 можно покурить. И только один отлетает. Ну, до 220 рублей я бы купил. Выше уже, как бы, я бы задумался про то, что, ну, можно что-то поинтереснее себе позволить. То есть, опять же, типа, не в том плане то, что, типа, поинтереснее. Но там просто плюс-минус 100 рублей добавляешь. И у тебя есть 40-граммовой пачки, которую ты можешь купить уже на 2 забивки, а не на 1. По нарезке мелкое, приятное, к рукам особо сильно не липнет. Поэтому здесь вопросов никаких нет. Топчики. Нормуль. Не очень. Калибру спасибо огромное за то, что прислали. Ссылочки на ребят будут в описании. Можете посмотреть, что у них там происходит. Может, там активности какие-то постоянные есть, розыгрыши и так далее. Гляньте, потому что, ну, всегда интересно наблюдать за какими-то новыми продуктами. Хотя Калибру уже около года, наверное. Так же нашим партнерам, концептики по нахуках, скидка 10% на сайте по промокоду Ваня Забей, на весь абсолютный ассортимент, который вас может заинтересовать. Переходите, смотрите, если надо, берите. Так же спасибо Мунам, спасибо Бруско, Берну за то, что у нас есть, что покурить и на чем покурить. Вот. Ну и на этом, наверное, все. Удачи тебе, пока. И, как всегда, мы с тобой увидимся где? Правильно. В следующем видосе.